Андрей Андреевич, в первый день страстной недели моя старшая дочь сильно разругалась утром с младшей сестрой и вечером со мной мамой. Скандал возник из ничего, какие-то придуманные обвинения, критика, впечатление возникло, что говорит не своими словами. Сама не знает, чего хочет, забрала домой внука, мы помогли ребенку учиться на карантине, делаю выломаливание, восхищаюсь, обнимала. Чем еще можно? Не переживайте, это у нее разочарование в мужчинах. Такое бывает. Знаете, в чем особенность такая? Если дети, если родители, если кто-то ведет себя неправильно и ведет себя по-хамски, грубо, ведет себя неряшливо и так далее, а вы вместе живете, говорите себе такие слова. Говорите, ничего страшного, это у них работа такая. Это их судьба, это их такая вот условность, условно жизнь. Пусть эти люди такими будут, ну а нам что остается делать? А нам остается их искренне обожать. Я обычно себе говорю, как бы ни бесил человек, я всегда себе говорю, я его все равно обожаю. Почему? Потому что они близкие, они дорогие, они самые близкие. Дело в том, что относясь с обожанием к близким, которые кричат, можно надеяться на них и надеяться в то, что когда тебе будет плохо, они смогут за тобой ухаживать. Дело в том, что в моей жизни была такая ситуация, пролежал несколько месяцев в гипсе и, к сожалению, те люди, на которых я рассчитывал, они не смогли за мной ухаживать и не смогли мне помогать. И это были друзья, которых я всегда ставил на первое место, это были знакомые, которых я ставил на первое место, которым я делал больше, уделял больше внимания, чем тем людям, которым нужно было уделять. А те, кому я не уделял, они пришли и ухаживали за мной, это были люди, которые меня раздражали, которые вели себя плохо, которые были вредны и так далее. Они могли от меня отвернуться. Именно поэтому я всегда говорю, относитесь тепло к тем людям, которые рядом с вами находятся, они ваша безопасность. Плохие они, хорошие, но надейтесь на них, это важно. Если человек кричит, вас оскорбляет, говорит, что страшного, у каждого человека есть, у каждого человека бывает, и на старуху бывает проруха, говорят. Поэтому если человек нервничает, бесится и так далее, говорите, что страшного, я тебя все равно люблю, ничего страшного, я тебя все равно обожаю. У нас такое с женой бывает. Я как мужчина, у меня тестостерон, и я там чем-то мне, чем-то не понравилось в бизнесе, или кто-то не так сделал, меня, конечно же, это может вывести из себя. Я там фыркаю, не могу переключиться какие-то секунды, и в этот момент могу резко ответить жене, или резко ответить Свете, или детям и так далее. И моя жена, я потом говорю, ой, извините, она говорит, ничего, ничего страшного, я все понимаю, я тебя бесконечно обожаю, все в порядке. Это хорошо, потому что и я точно так же себя веду. Это большое спасибо, что вот такая коммуникация между нами есть, и что мы находим силы, несмотря ни на что, находить возможности, не бороться друг с другом, а находить возможности, чтобы в дальнейшем тепло обняться, поцеловаться, и прижавшись друг к другу хоботками спать по ночам. Как примирить дочь с отцом? Делайте метод в эзотерической школе Кайлас, там я могу поделиться. Представляете, каждый день, будто дочь и отец обнимаются, а вы между ними запускаете кровь. Первая ступень школы Кайлас. Правильно используйте метод, пройдя первую бесплатную школу Кайлас, все об этом говорю.